всем привет приехал в деревню короче буду делать забор сегодня погодка хорошая померил сейчас стал этот петух уже наверное его концу лета все-таки словлюсь зажарю на шашлыки петух закукарекал но не будем отвлекаться померил столбы 12 столбов мне надо сделать там стоит пять столбов у деда их мы оставим и моих 12 я думаю за сегодня я успею их поставить поставлю потом дальше будет прожить собака мне я извиняюсь конечно собака бегать деда вот чего я отгоражусь о по чесноку побежала я тут два дня чеснок херячил ну и будет конечно шашлык собачьи на никаких хорошая шутка не знаю не ел не знаю как называется сегодня погодка просто супер как говорится шепчет вот здесь стоит такой забор сетки лишь бы сделали что подгородиться шапкуры не бегали мы сделаем плоского шифера как у нас той стороны сегодня я один жена на работе конечно скучно вот процесс заливания столбика то есть я туда заливаю раствор потом у меня есть камни большой подбираю чтобы камни нормально ложились между столбиком с землей чтобы раствор как бы облегал полностью камень чтобы был нормальная сцепка по кругу крапива немножко неудобно палочка трамбую чтобы более менее нормально было обязательно если вы делаете ложите камни но это как бы экономия раствора не надо много замешивать и плюс того что раствор сцепляет камни между собой и питон становится крепче но главное здесь основа чтобы те камни которые выложите между столбиком и землей чтобы они полностью были в растворе потому что я вам покажу сейчас образец там был сарай сарай стоял на бетоне и потом посмотрите что было при неправильном заливании раствора вот смотрите образец как не надо заливать то с я вам показывал на столбике я вложил камень трамбовал чтобы его полностью заливал раствор здесь сделано неправильно здесь насыпали сразу камней на грунт земли и сверху налили просто раствора и то есть что получается о я даже не бил можно не лупануть разок просто беру камень и простой камень понятно что я пацан здоровый вы не думаете что не столько вот просто сверху лежал раствор это никуда не годится дальше вручную могу разбирать этот фундамент ну здесь был сарай как бы для себя я делал бы качественно вот они внизу ничего не закрепляет здесь между камнями раствор не залив то есть заливайте раствор трамбуйте чтобы раствор был между камнями и внизу и сверху он скреплял фундамент и он будет крепче него еще достаю это никуда не годится ребятушки дядя максим заливает там нормально у стоят уже раз два три столба немножко сложновато потому что деда забор наклонен сюда с этой рабицы я ему сказал буду немножко отступать он мне сказал на хрен не земля твоя нужна ну так любя я грузе земли хватает забор я не сниму потому что куры начнут бегать поэтому моему участку за ними бегать у меня нет времени вот там как видите домик деда делают бруски потом плять будут и вагон очка оббивать виду прямую трансляцию секретном месте возле кури че вы здесь лазить а подружки женины жени на работе да вы что не знали вот так я копаю здесь яму пришли уже что-нибудь порыхлить найти съесть и яйко снести на пасху все пошли обиделись вот прошел день я сделал все столбы помыл все санвентарь все буду закругляться пойду немного покушаю спасибо что смотрите поддерживайте советуете мне это очень приятно всем доброе утро как я сделал залил столбики вот столбики стоят в ряд как 33 богатыря только у меня 12 так сейчас подозаливаю вчера под уровень залил сегодня дозалью уже было поздно раствора немножко не хватило я прихватил по уровню все сделал сниму видео как я буду варить решил заснять вам видео потому что как бы ничего тут интересного удивительного если ты умеешь варить но я себе купил сварочку я ни разу в жизни еще не варил буду сегодня учиться то есть я взял штенли как все оборудование у меня двухсотка у меня есть друг сварщик он сказал хватит так как если варить у себя на даче где-то в доме не профессиональном типа режиме ли что варится нас вообще на сотки сотки 150 то есть 200 мне будет аж за глаза у меня отец как бы тоже не сварщик но научился здесь минус только что там такая маска конечно ну как бы маска простая квадратненькая такая сейчас я соберу буду просто труба есть у меня там вот аппаратик такой вот переключается здесь сто сто сорок сто пятьдесят двести ну на сто десяти буду работать вот здесь что нельзя но вот так сейчас соберу и по возможности вам покажу как дядя максим будет познавать новые азы сварщика вот мой первый шов с дырками правда но я думал будет полегче если честно я к металлу прикреплял этот сварочный диод но тут оказывается надо держать четыре миллиметра чтобы была дуга и он плавит знаете если натренироваться может даже пойду сварщиком буду сейчас лепить всякие конструкции интересная штучка ну блин мне понравилось прикольно буду продолжать учиться маска на взять на голову от удержь маску еще идиот мой аппаратик прикольно уже короче я закончил уроки сварки попытался тачку приварить там тонкостелая труба ну как я и думал дырище проварил покажу мои навыки сварки вот значит мои уроки сварки труба аж трещит знаете ну более-менее не знаю для меня нормально как для первого раза ну я по тренировался и попаять тачку чё случилось тачкой дырище короче ну я так и знал это на более опытного мне еще надо денек потренироваться для такого но все равно в планах и здесь оторвалась планах у нас двухколесная тачка покупали шопе и же не возила что-нибудь удобней упор есть но дальнейшем я хочу пить каркас от тачки он продается на одно колесико и сделаю на одно колесико фура стоит все нет так что буду собирать инвентарь свой как бы работает хорошо деду все делают дом петух все кукарекает скоро он не доведет но вот столько у меня хватает тренировок металла старых столбиков будем все в эксплуатацию решил я немножко взрыклить землю чеснок потому что начались желтенькие листья желтеть вот только начал не начал вылазить влазит я прочитал посмотрел такие факторы влияют как азота не хватает но я подкармливал этот вариант убираем и потом расстояние земли в земле с как посадили еще такой вариант как твердая земля то есть я думаю этот вариант подходит мне потому что я перепахал и посадил сразу чеснок по нормальному надо делать после перепашки земли где-то неделю-две надо стоять чтобы земля уселась я посадил сразу потому что времени не было и видимо прижало немного чеснок сейчас я взрыхлю поменял инвентарь сначала я тяпал такой тяпкой конечно намучился блин сейчас взял зубами зубами вообще вариант супер пользуюсь моментом вспахиваю землю в чеснок скажу вам что не по чесноку работать так Женя на работе я и мужскую работу делаю и перешел уже на женскую я считаю это женская работа здесь взрыхлевать землю полоть ну вариантов нет я один приходится все делать потому что столько трудов отдал чеснок этот садил до ночи тоже сам так что ничего страшного часик полтора уделю и сделаю красоту красоту во первых и во вторых чеснок будет дышать кислородом это если сравнить как постели что на твердом спать а что на мягком есть разница есть на мягком конечно приятнее также чесночку приятнее будет взрыхленность земли расти вот я все перерыхлил извиняюсь сразу за ветер потому что не избавиться от этого ветра мы купили такой микрофончик там вроде бы он как от ветра но он не помогает потом покажу как жена улучшила тут такую такую хвостяру зал зайчу прикрепила ну ладно суть не в этом вот такая красота чесночок взрыхлен спина болит просто капец наверное сегодня жена мне будет делать массаж так как я за нее работу сделал а если массажа не будет то и не знает она будет между ряди в голубике еще у меня работать все вау а вау как